Так, здравствуйте, ребята. Просьба, если у кого-то звук включен, лучше, наверное, отключите, чтобы лишние звуки посторонние не мешали. Меня хорошо слышно? Вот, если плохо, то там тоже дайте знать. Насколько я понимаю, вам сегодня нужно рассказать научное исследовательство и семинар, то есть фактически рассказать о той науке, которой я занимаюсь на кафедре, которой моя лаборатория занимается на кафедре. Но я вам так объединила, на самом деле, свою лекцию, то есть я расскажу основные определения, сначала такой вводную часть, и потом уже во второй половине расскажу о том, чем же конкретно я занимаюсь в своей лаборатории на кафедре. Ну вот лаборатория моя называется «Лаборатория физических методов биосенсорики и нанотираностики». Она создана не так давно, в конце 2018 года по приказу ректора, она создана, был конкурс молодых ученых для того, чтобы молодые ученые могли создать лабораторию на факультете, в котором они работают. И я вот поучаствовала в таком конкурсе и выиграла его, и так как тема моих исследований связана с медициной, а в частности с наномедициной, я решила, что кафедра медицинской физики наиболее подходящая для моих исследований, и решила создать лабораторию на базе кафедры медицинской физики. Конечно, попросила разрешение у заведующего кафедры, академика Владислава Яковлевича Панченко, и к моему глубокой радости он согласился, им заинтересовался этой темой. И вот уже сейчас третий год существует лаборатория, а я на кафедре медицинской физики. Ну, кому интересно, вот тут я, некоторые наши контакты, но вот фактически на первом слайде здесь вот есть моя почта, так что если кому интересно, обращайтесь, приходите. Находимся мы в комнате 266 на физическом факультете. Ну, и начну я с основных определений, потому что надо фактически более-менее понимать основные определения, что же такое нанотехнологии, что же такое наномедицина, чтобы более-менее понять, чем занимаемся мы в своей лаборатории. Ну, начнем с таких основных, как бы, основных определений нанотехнологии. Потому что, насколько я понимаю, вот в курсах лекции на медицинской физике и вообще на физическом факультете пока недостаточно внимания уделяется этим аспектам, в отличие от других факультетов, факультета наук о материалах, химфака, там достаточно много таких лекций уже введено. На самом деле, нанотехнологии, наноустройства, нанотехнологии – это технологии, которые фактически создают наноустройства. Наноустройства – это те устройства, размеры которых лежат в масштабе от единиц до сотен нанометров. И на самом деле, если посмотреть вокруг нас, то уже сейчас, в настоящий момент, вокруг нас очень много устройств, которые нанотехнологичны, которые содержат наноматериалы. И вот самое такое основное устройство, которое в всех у нас в руках – это наши сотовые телефоны. В сотовых телефонах чипы, основа транзистора, точнее, основа чипов электронных устройств, она уже, эти транзисторы лежат в размерности до 100 нанометров. Здесь сейчас около 50 нанометров от транзисторов самоременных телефонов. И, конечно, это обуславливает как миниатюризацию устройств, которые используют нанотехнологии, наноматериалы, так и быстроту и эффективность их действий. Но в настоящее время, фактически, в производстве чипов уже дошли до предела. Вот эти 50 нанометров – это фактически пределы размеров. При уменьшении в дальнейшем уже проявляются такие качества, что препятствуют, наоборот, эффективной работе этих электронных устройств. То есть уже вышла на максимум, фактически, вот эта технология. Дальше что-то новое опять надо открывать. Но в настоящее время наблюдается огромный прогресс использования наноматериалов и нанотехнологий в биомедицине, в частности, для диагностики и лечения заболеваний. Вот здесь я вам на этом сделаю акцент. Ну, давайте введем основное определение, чтобы понимать, что же такое наноматериалы и нанотехнологии. Но опять же повторюсь, что наноматериалы обозначают 10, но если 1 нанометр, это фактически 10 минус 9 метр. То есть нано – это 1 миллиардная доля чего-либо. Введено это слово от греческого «наноскарлик». И, соответственно, есть замечательное определение, на самом деле огромное количество определений нанотехнологий и наноматериалов, но наиболее понятное нам и данное на русском языке, скажем так, не надо это переводить, дано нашим соотечественникам, академикам, профессорам и лауреатам Нобелевской премии Жоресом Ивановичем Алфером, который работал в Санкт-Петербурге. Вот, к сожалению, недавно он ушел от нас, но осталась там целая научная школа. И вот такое замечательное определение он дал, и я советую вам всем его запомнить. Определение звучит так. Если при уменьшении объема какого-либо вещества по одной, двум или трем координатам до размеров нанометрового масштаба возникает новое качество, вот это принципиально, да, новое качество, или это качество возникает в композиции таких объектов, то есть есть несколько материалов уменьшили, возникло новое качество. То есть образование следует отнести к наноматериалам, а технологии их получения и дальнейшую работу с ними к нанотехнологиям. Ну, фактически вот такое емкое, очень определение и очень доступное, понятное. Ну, тут такие вот я привожу примеры, как бы чтобы вам руками фактически почувствовать, что же такое наноматериал. Ну, все мы знаем матрешки, да, вот матрешка такая уникальная фактически русская народная игрушка, которая любит во всем мире. Это фактически кукла, которую открываешь, и внутри ее кукла меньшего размера. Ее открываешь, снова меньшего размера. И так уменьшается, уменьшается, уменьшается. Давайте попробуем вычислить, вот сколько надо матрешек, сколько матрешек себя должна содержать, вот эта исходная матрешка, высота, размер которой порядка 10 сантиметров, чтобы она уменьшилась до наномасштаба. Возьмем мы стандартную величину, например, каждая следующая матрешка составляет 3 четверти от предыдущей. Ну, тут я вот такие сделала простые выкладки, то есть нулевая матрешка 10 сантиметров, там условно первая 7,5, вторая 5,6 и так далее. И вот если составить такую геометрическую прогрессию, составить такую формулку, то получится, что 64-я матрешка, она уже будет иметь размер нанометровый. Но что самое уникальное в наноматериалах, что самое удивительное, что вот эта вот последняя нанометровая матрешечка, она хоть и будет похожа, да, хоть и будет состоять из тех же элементов, что исходная, но у нее будут абсолютно уникальные свои свойства. И вот как раз эти уникальные свойства используют для того, чтобы создать там электронное устройство и в том числе для того, чтобы использовать эти наноматериалы в медицинских целях. Итак, повторим, да, в наном размерном масштабе 1 100 нанометров. В таком, как бы, в такой наночастице, фактически наноматериале содержится примерно от 10 до 10 тысяч атомов. И материалы демонстрируют уникальные физические, химические и структурные свойства, которые отличаются, соответственно, от объемных материалов того же химического состава. И благодаря своим вот этим маленьким размерам эти материалы обладают огромной удельной площадью поверхности, которая обычно лежит в диапазоне от сотен до тысяч метров квадратных на грамм, ну или метров квадратных на кубический сантиметр. То есть, фактически, вот если это почувствовать, если вы возьмете 1 миллилитр суспензии наночастиц, диаметр которых будет около 100 нанометров, то удельная площадь поверхности таких наночастиц будет равна площади поверхности футбольного поля. Да, ну вот такой огромной, огромной удельной поверхности. И, конечно, эта огромная удельная поверхность обладает активные свойства, да, ну как свойства контейнеров для доставки лекарств, на эту поверхность можно вступлять лекарства, так и всякие другие физико-химические свойства. Ну давайте вот тоже для введения рассмотрим, какие есть наноматериалы, которые созданы самой живой природой, которые фактически подсмотрены человеком при развитии методов фактически в основном микроскопии и использованы уже в настоящее время. Вот есть такая наука, которая называется биомиметика, или иногда она еще называется бионика. Вот она пошла тоже от латинских названий биос – это жизнь, миметикс – подражание. То есть это фактически создание устройств приборов, технологий получения этих приборов, механизмов работы этих приборов, идеи работы этих приборов, идеи структуры этих приборов, структурные свойства этих, например, наноматериал заимствованы из самой живой природы. И вот самый первый пример, который всем с детства, наверное, уже знаком, это эффект лотоса, да, вот, наверное, все слышали об этом эффекте лотоса и видели его, да, часто в комнатных растениях также наблюдается, да, вот, когда вы сами или там мама поливает комнатные растения, то на листочках скапливаются такие вот шаровидные капельки воды, которые фактически потом, вот эти шарики воды скатываются с поверхности, ну, это хорошо заметно на огромных листьях, листьях лотоса, да, фактически эти листочки, они не смачиваются, не смачиваются жидкостью. И вот когда люди, ученые стали задумываться, почему же вот поверхность этих листов лотоса не смачиваемая, и посмотрели, как же устроена эта поверхность в электронный микроскоп, вот тут вот ниже микрофотографии привожу, то они увидели, что фактически на поверхности содержатся такие пирамидальные структурки, размер которых, ну, диаметр которых в основании около одного микрона, вершина этого конуса уже имеет нанометровый размер. И вот эта вот шероховатость поверхности, причем не просто шероховатость, а шероховатость на нанометровом масштабе, обуславливает супергидрофобные свойства этой поверхности, да, то есть эта поверхность фактически не смачивается жидкостью. И вот ученые в своих лабораториях сейчас делают вот эти супергидрофобные материалы, они используются для покрытия солнечных батарей, как правило, да, потому что солнечные батареи, ну, фактически на открытом воздухе, часто в пустынях они стоят, и покрываются пылью, грязью, что, конечно, мешает эффективности их работы, да, КПД при загрязнении поверхности падает. Ну, вот что сделали ученые, они покрывают поверхность солнечных батарей кремниевых, либо наноструктурами, сам кремний наноструктурирует, либо дополнительно какими-то наноструктурами покрывает, таким образом, что на поверхности солнечных батарей содержатся такие шероховатости, которые не мешают эффективной их работы, вот, но способствуют вот этому эффекту несмачиваемости поверхности. И что самое важное, что потом было обнаружено, что вот этот эффект супергидрофобности приводит к следующему эффекту, это эффект самоочищения, то есть когда на поверхности находятся какие-то загрязнения, какие-то различные молекулы нежелательные, то если эта поверхность гидрофильная, хорошо смачиваемая, да, вот тут на рисунке внизу мышкой вожу, видно, то капелька жидкости, скатываясь с этой поверхности, ну, фактически она проходит эти загрязнения, никоим образом не очищая их. Когда же эти загрязнения, эти нежелательные, да, молекулы, там, какой-то пыли, грязи и так далее, находятся на вот этой шероховатой поверхности, то капелька спокойно скатывается и увлекает их. Вот таким образом вот такие есть самоочищающиеся поверхности наноструктурированные, которые сейчас активно исполнятся в производстве солнечных батарей. И также есть, ну, вот сейчас грязь на улице, да, слякоть, и все мы используем такие вот специальные спреи для обуви, и вот часто в этих спреях для обуви тот же самый, да, то есть там содержатся наночастицы, частицы очень малых размеров, которые фактически покрывают, наша обувь покрывается слоем этих частиц, и вот происходит то же самое, то есть вот поверхность обуви приобретает вот эти супергидрофобные свойства, и эффект самоочищения тоже начинает работать. Ну, следующее, что как бы у всех на устах, это фотонные кристаллы, да, фотонные кристаллы – это такие периодические структуры, которые тоже подсмотрены у природы, например, вот крылья бабочки, перо павлина, опалы, да, камни, которые, ну, полудрагоценные, можно сказать, часто используются в ювелирных изделиях, вот заметили, что они обладают такими красивыми, переливающимися, завораживающими цветами. И когда посмотрели под микроскопом, чем же обуславлена, да, такая вот прекрасная структура вот этих объектов, то увидели, что, например, вот крылья бабочки – это фактически периодические тоже такие пластиночки, которые содержат вот эти хитины и воздух между ними. У опала – это какие-то вот такие кристаллы, которые тоже периодически собраны, вот такие уже 3D фотонные кристаллы. Вот тут тоже вот крыло бабочки изображено, вот видно, вот они периодически, эти структурки. То есть фактически это периодическая структура, у которой изменяется эффективный показатель преломления, вот этой среды. И вот изменение этого схемы показателя преломления способствует обуславливать наличие того или иного цвета. То есть вот размер вот этих наноструктур, периодичность, размер вот этих пор обуславливает тот или иной цвет, например, крыла бабочки или цвет вот у опала, например. И вот этот эффект используется для создания твердотельных сенсоров. То есть, например, создают пленки, как правило, это такие фотонные кристаллы на основе кремния или оксида алюминия, которые достаточно легко производить. Недорогая и воспроизводимая технология их производства. Получают такие структуры, у которых изменяется показатель преломления, это фактически структуры, которые состоят из нано-кристаллов и пор. И вот получают такие фотонные кристаллы при заполнении пор, которых, или при попадании каких-то молекул, при сорбции каких-то газов, внутри которых происходит изменение цвета. И вот это используют для сенсорики. В частности, и для биосенсорики тоже используются. Это свойство фотонных кристаллов. Ну и следующее, последнее уже приведу, такое, которое тоже все слышали, знают с детства, это липкие лапы гекона. Да, вот гекон, такое уникальное животное, которое может фактически ползать по всем поверхностям, очень гладким, и по стеклу он может ползать, и по стеклянному потолку. И вот тоже, вот чем же обуславливается его такое, вот прилипание, скажем так, его лапа к поверхности, стали смотреть и увидели, что вот эти лапы гекона, если посмотреть на нано-масштабе, то они содержат мало того, что такие периодичности, но каждое его, скажем так, вот такие нано-ниточки, но каждая мезониточка, каждая мезониточка, она содержит кучу нано-ниточек. То есть фактически на его лапах содержится миллиарды-миллиарды вот таких вот нано-ниточек. И вот эта огромная удельная поверхность вот этих нано-нитей фактически на лапе декона, плюс силы вандервальца, из-за того, что эта поверхность содержит огромную площадь, плюс эти силы вандервальца, которые, казалось бы, очень слабые, но когда это на нано масштабе, они наоборот обладают такой силой, что удерживает декона на любой поверхности. И ученые использовали вот это свойство, создали так называемые бесклеевые нано-пленки, первые такие нано-пленки созданы в лаборатории Нобелевских лауреатов Гейм-Новостёвов, которые получили Нобелевскую премию за эффект скотча, получение графена. Они также создали вот такие бесклеевые нано-пленки, это фактически нано-структуры полимеров, как правило, которые имитируют вот эти вот самые лапы декона. И сейчас уже коммерчески продаются такие бесклеевые нано-пленки, вот часто они в машинах используются, не только, ну там просто вот они удобны тем, что приклеивают к поверхности, любое там вот, например, тут в машине, да. И можно как бы положить телефон, любое там очки, там еще что, авторучку. И таким образом вот эти вот мелкие нано-структуры обеспечивают хорошее сильное сцепление вот этого, там того, что вы положите с поверхности вот этой нано-пленки. Даже вот проверяли они свои лаборатории, сделали такую пленку, приклеили вот тут вот кусок стекла, к ней приклеили нано-пленку и фактически подвесили человека весом 70 килограмм. И вот он спокойно висел и удерживался вот такой нано-пленкой, площадь которой стоял там 10 на 10 сантиметров. То есть по аналогии вот с этим вот деконом. Давайте перейдем к синтезу нано-материалов. Какие же методы синтеза есть и какие методы синтеза используются? Ну, фактически есть физические, физико-химические методы синтеза или биологические методы синтеза. Физико-химические – это, соответственно, то, что ученые получают в своих лабораториях, а биологические методы синтеза – это то, что в природе, да, потому что есть, например, бактерии, которые внутри себя могут производить наночастицы. Эти потом наночастицы ученые научились извлекать из этих бактерий и используют в своих целях. Среди физико-химических методов различают две технологии, два подхода. Это метод сверху-вниз от английского top-down, при котором нанометровый размер частиц достигается путем измельчения объемных материалов. То есть берут какой-то объемный материал, например, какой-то кристалл, размельчают его до наноразмеров и получают наночастицы или наноструктуры. Но к таким методам сверху-вниз относятся литография, механическое или ультразвуковое измельчение и химическое отравление. Ну, еще там несколько мест, но вот это вот основные, которые у всех на устах. Методы снизу-вверх, bottom-up от английского, происходят, когда образование наночастиц происходит из атомов или молекул, то есть при укропнении исходной структуры до нанометрового размера. То есть какое-то вещество, например, в методе лазерной абляции или распыления измельчают фактически до молекул, до атомов, и потом происходит самоорганизация этого вещества и получаются, например, наночастицы. Ну, вот среди таких методов можно выделить испарение, CVD, вот я здесь его обозначила, это когда, например, берется кремниевая пластина, какой-то прекурсор тут в виде золотой наночастички, и потом создается такое избыточное давление паров фактически молекул, молекул этого кремния, и происходит их кристаллизация, при этом зародышем кристаллизации является как раз вот эта золотая наночастичка. Таким образом, вот этим методом CVD, Chemical Weapon Deposition, выращивают, например, кремниевые нанонити. Вот здесь их в микроскопии видно, выращивают такие прекрасные кремниевые нанонити, которые потом используются и для солнечных элементов, и для сенсорики, и так далее. Ну, и биологическими, вот я вам уже сказала кратко, то есть есть бактерии, которые внутри себя в процессе их жизнедеятельности могут, бактерии, растения тоже есть, и грибы есть, которые в процессе своей жизнедеятельности могут синтезировать наночастички. Но, как правило, это частицы либо магнитные, какие-то магнититы природные, либо частицы серебра еще, да, вот в бактериях могут синтезировать частицы серебра. Давайте тут вот такую шкалу я вам привела пример наноматериалов и размерности этих материалов, которые созданы и человеком, и живой природой. Итак, вспомним, да, наноматериалы, это материалы, размер которых лежит от единиц до сотен нанометров, и вот здесь шкала фактически от десятка, 0,1 нанометра до 1 миллиметра. Вот какие же материалы тут содержатся. Например, давайте начнем с атомов. Атомы имеют размер, ну, десятки нанометров. Малые молекулы – это уже, ну, до нанометровых, да, то есть тоже половина где-то нанометра. И уже вот эти вот малые молекулы схожи по своей размерности с кристаллической решеткой. Молекула ДНК, конечно, не длина ДНК, которая очень большая, а ее диаметр. Вот диаметр ДНК порядка 2 нанометров, 1-2 нанометра. Протеины антитела – это тоже где-то единицы нанометров, и вот антитела, которые у нас есть в организме, синтезируются, они уже схожи по размерам с углеродными нанотрубками, да, которые создает лаборатория человека. Рибосомы, органеллы клетки порядка 10 нанометров, и их размер схож с размерами квантовых точек. Квантовые точки, ну, как правило, полупроводниковых, да, элементов разных, отрибы 5 или так далее. Ну, вот квантовые точки порядка 10 нанометров имеют размеры порядке, лишь как органеллы клетки. Вирусы. Вирусы бывают разные, бывают от 20, в среднем от 20 до 200 нанометров, бывают огромные микронные вирусы, вот сейчас стали открывать. Но, как правило, вот те вирусы, с которыми мы знакомы, и вот потокенные вирусы, такие как грипп, коронавирус, вот сейчас, который всех нас преследует, да, вот они имеют размер порядка 100 нанометров. И вот этот же размер порядка 100 нанометров, это размер, вот стандартный размер наночастиц, да, которые используются в том числе для медицинских целей. Гены, это уже больше сотни нанометров, имеют вот порядок такой же, как вот я вам рассказывала, транзисторы, да, в наших устройствах. Бактерии, клетки, животных, это уже макрообразование бактерии в длине порядка 2 нанометров клетки, да, элитроциты там 7-10, другие клетки порядка 20-25 микрометров, да, и их размер схож уже с размерами каналов в микрофлюидных ячейках, какие-то электромеханические моторы и оптические какие-то микросистемы, которые уже в электронных устройствах активно используются. Ну и диаметр человеческого волоса, да, его, он порядка имеет 100, там, 100-400 микрон, микрометров. То есть вот тут вот можно увидеть вот эту шкалу фактически, чем мы имеем дело в своей жизни. Ну и давайте теперь к основным определениям, что же такое наномедицина и зачем она нужна. Ну, конечно, наномедицина, она не призвана, скажем так, лечить заболевания, которые легко лечатся стандартными методами терапии. Например, там, если у вас заболела с утра голова, то никто не будет делать, ну, скажем так, дорого очень будет использовать какое-то нанолекарство, да, для того, чтобы вылечить головную боль. Если она вызвана, там, каким-то спазмом, там, есть ножка и так далее. Вот, то есть есть простые и дешевые методы производства лекарств. Наномедицина не из них, да, это достаточно дорогой метод. И в первую очередь наномедицина, она призвана повысить эффективность лечения тех заболеваний, которые не поддаются стандартным методам терапии. Ну, и первое из таких заболеваний, это, конечно, рак, да, потому что, ну, сейчас, слава богу, очень научились ученые и врачи, очень продвинулись методы диагностики раковых заболеваний, и фактически очень-очень высокая вероятность вылечиться, если диагностировать это заболевание на ранней стадии. Вот, но, к сожалению, еще есть люди, которые не любят ходить к врачам, да, и вот терпят, терпят, и вот тут вот с раком это как бы может быть очень губительно. Поэтому надо разрабатывать новые, да, новые эффективные методы лечения, которые увеличат в том числе и диагностику тоже. Ну, давайте рассмотрим вот этот стандартный метод терапии по отношению к раку. То есть вот если возникает какая-то, какие-то раковые клетки, они начинают размножаться, образуется раковая опухоль, то стандартный метод для лечения, вот эти, с помощью использования стандартных лекарств и цитостатиков, вот химиотерапия, она действует так, вводится химиотерапевтический агент, лекарство, вводится он внутривенно, да, никто не будет вводить интертерморально, то есть саму опухоль, это нельзя делать, потому что тогда, ну, как бы очень высока вероятность метастазирования, нарушается вот это астматическое давление внутри опухоли, возникает метастаз, поэтому лекарство, как правило, вводится, ну, точнее, всегда вводится внутривенно, и при внутривенном введении вот эти малые молекулы лекарств, которые мы с вами рассматривали, размер их там нанометры меньше, и вот эти малые молекулы начинают циркулировать, да, циркулировать по кровотоку, и циркулируя по кровотоку, часть этих лекарств, конечно, попадает в ту область, на которую направлено действие этих лекарств, но в то же время вот эти лекарства, они разносятся кровотоком по всем кровеносным сосудам, по капиллярам крови, так, поскольку эти молекулы очень малые, то фактически они везде, все вот эти кровеносные сосуды, все они тут забивают, ну, и страдают, конечно, естественные фильтры организма, печень, почки, ну, как правило, здесь почки, потому что почки как раз призваны как бы нашим организмом на то, чтобы фильтровать все вот эти малые молекулы, да, которые попадают в кровоток, поэтому при стандартных методах терапии, практически оказывается, нужно лечение в той или иной мере эффективности, однако есть негативное воздействие на весь организм, но в то же время вот вы знаете, что люди теряют волосы, это потому что, ну, вот эти лекарства, цитостатики, они, как правило, призваны на то, чтобы остановить размножение активно делящихся клеток, а вот волосы, это тоже активно делящиеся клетки, да, потому что у нас происходит постоянный рост волос, и вот эти цитостатики негативно влияют на рост волос, фактически способствует выпадению волос, то есть вот это как бы побочный эффект, да, выпадение волос при таких методах терапии, ну и, конечно, вот страдают очень сильно внутренние органы, и, как правило, плюс к этим методам терапии, также вот приходится людям лечить, например, почки и печень, то есть там дополнительные лекарства принимать, поэтому необходимо повышать эффективность, да, эффективность вот этих вот стандартных методов терапии, и вот как раз медицина, наномедицина здесь, вот то, что вот сейчас активно уже начинает использоваться. Первым термином, что же такое наномедицина, дал профессор Ричард Фрейтес, он написал книжку несколько лет назад, которая так и называется «Наномедицина», и первым ввел такое определение, то есть наномедицина – это слежение, исправление, конструирование, контроль над биологическими системами человека на молекулярном уровне, используя разработанные наноустройства и наноструктуры. Ну и фактически наномедицина призвана на то, чтобы повысить надежность диагностики, повысить эффективность терапии. И функции частиц в терапии заболеваний, функции наночастиц – это, конечно, увеличение, повышение биодоступности лекарств, то есть вот это, чтобы не было у них негативных эффектов, уменьшение доз, уменьшение токсичности, увеличение специфичности, увеличение стабильности. Вот это все, к чему стремится наномедицина. Давайте рассмотрим, как же эти наночастички аккумулируются в тканях, аккумулируются в нужных местах, скажем так, организма. Ну вот есть такой ключ фактически наномедицины, ключ к лечению, к терапии, в том числе раковых заболеваний. Ключ, эффект это называется эффект повышенной проницаемости удержания. Вот по-английски enhanced probability orientation. Его еще называют EPR часто эффект. Вот если вы поедете на какие-то конференции, где обсуждается наномедицина, то просто люди говорят EPR эффект. И это не электронный парамагнитный резонанс, как мы ее физически приняли воспринимать, а вот это говорится об этом эффекте повышенной проницаемости и удержания. Вот что же это за эффект? Эффект заключается в том, что когда в организме появляется раковая клетка, когда растет вот эта раковая опухоль, то она растет очень быстро. И, конечно, вот эта раковая опухоль, она требует постоянное питание, постоянное снабжение кислородом и способствует она росту вокруг себя кровеносных сосудов. То есть если в нормальной ткани вот такие вот стандартные кровеносные сосуды, то раковые ткани фактически огружены таким клубком кровеносных сосудов. Вот эти кровеносные сосуды, в свою очередь, тоже растут очень быстро. И вот они растут таким образом, что вот эти эпителиальные стенки этих сосудов, из-за их быстрого роста, получаются такие несовершенности, они имеют поры внутри себя, между клетками. И вот размер этих пор как раз составляет размер порядка 100-200 нанометров. И наночастищики, когда они вводятся в кровоток, то они спокойно, они не проникают фактически сквозь стенки нормальных капилляров, нормальных кровеносных сосудов крови. Но стенки там, где есть поры, тем более, что опухоль, она еще постоянно потребляет все это, постоянно аккумулирует в себе все питательные вещества. И все, что вообще попадает в кровоток, вот происходит аккумуляция, проникновение этих наночастиц сквозь вот эти капилляры и аккумуляция этих частиц в зоне, например, раковых каких-то образований. Ну, также ученые, да, давайте рассмотрим, что же происходит. Вот этот вот эффект повышенной проницаемости удержания, он фактически применяется, когда речь идет о пассивной доставке наночастиц в зоне, где есть, например, злокачественные клетки, да, раковые клетки. Вот что же происходит. Теперь мы взяли вот эти лекарства, молекулы лекарств малых, загрузили их в наночастицы, то есть используем наночастицы как фактически нано-контейнеры для доставки лекарств. Опять же, вводим эти нано-контейнеры внутривенно. Теперь уже эти нано-контейнеры начинают циркулировать, да, в нашем кровотоке. Эти нано-контейнеры имеют размер уже порядка 100 нанометров. Они вот с помощью вот этого эффекта повышенной проницаемости удержания аккумулируются в зоне, где есть раковые клетки, да, проникают сквозь поры вот этих кровеносных сосудов, аккумулируются здесь. Вот. И эффективность терапии с использованием наночастиц как нано-контейнеров для доставки тех же самых лекарств стандартных цитостатиков уже на порядок больше, чем эффективность стандартных методов терапии. Вот. То есть гораздо-гораздо более эффективная. Однако есть, тут мы уже смотрим на естественный фильтр нашего организма, это такой фильтр как печень. И печень, она как раз устроена так, что, ну вот, макрофаги там разрушают клетки, бактерии и размеры вот этих разрушенных частиц, скажем, клеток бактерий, порядка тех же самых нанометровый, да, масштаб или там доли микрон. И вот эти вот наночастички, они также могут фильтроваться печенью, если они ничем дополнительно не покрыты, вот дальше вам расскажу. И фактически эффективность терапии на порядок увеличивается, но тут вот, как правило, при такой терапии может пострадать печень, поскольку она фильтрует, да, она будет фильтровать, вот это просто вот, просто потому, что она фильтрует все, что чужеродное попадает в кровь, именно вот этих размеров. Вот, она фильтрует, будет фильтровать вот эти частички. Поэтому существует следующий, да, шаг, это шаг к активной доставке наночасти. Здесь уже на наночастицы, вот эти наночастички, цепляются активные молекулы, вот я вам дальше расскажу про это, какие-то векторные молекулы, которые способствуют аккумуляции, опять же, этих частиц. То есть вот эти векторные молекулы, они распознающие молекулы, да, так же, как, вот, например, гликопринциновые рецепторы на поверхности вирусов, да, то есть вирус заражает только определенный тип клеток. Так же и вот такие же рецепторы цепляются, могут на поверхность частичек, и эти частички, тогда аккумулируясь в зоне, где есть раковые клетки, они фактически прицепляются к этим раковым клеток, и эффективно, и вот это называется активная доставка частиц. И эффективность терапии при активной доставке частиц, она в несколько раз больше, чем эффективность при пассивной доставке частиц. То есть вот фактически то же самое, да, вот, например, теперь у нас есть частицы, которых поверхность активная, да, они используются тоже, например, как нано-контейнеры для доставки лекарств, вводятся в кровоток, и фактически уже очень мало таких частиц будет фильтроваться печенью, потому что они будут цепляться, векторно цепляться за поверхность тех клеток, да, на которых направлены вот эти вектора, которые будут их ввести к этим клеткам, и фактически вот тут эффективность терапии еще возрастает на несколько раз. Вот это фактически то, для чего нужна наномедицина. Вот я вам приведу примеры использования, привела примеры использования наноматериалов в медицине. Это биосенсорика, диагностика и терапия. То есть, если, например, наночастицы обладают одновременно функциями и диагностики, и терапии, то вот эта диагностика и терапия также принято называть методом тераностика, да, тератерапия, ностика, диагностика, вот такой здесь термин тераностика. То есть с помощью одних и тех же наночастиц можно осуществлять как диагностику, так и терапию. Ну и фактически вот тут свойства. Свойства наночастиц для терраностики – это люминесцентные биологические метки, доставка лекарств и генов, обнаружение патогенов, обнаружение различных белков, которые у нас в крови присутствуют, зондирование структуры ДНК, тканевая инженерия, уничтожение раковых клеток, очистка, разделение биологических молекул в клетках, оселение контраста МРТ, но еще многое-многое другое. То есть очень много различных методов использования, применения наночастиц в наномедицине. Но самое первое, конечно, о чем ученые задумались, это доставка лекарств, использование частиц как нано-контейнеры. Вот различные сейчас наночастицы используются для доставки лекарств. Например, эти частицы могут быть различных размеров, от сотен до единиц нанометров. Они могут быть созданы из абсолютно разных материалов, начиная с углеродных нанотрубков, металлические частицы серебро-золото, полимерные различные частички, типа дендемерной структуры или уже полимерные, свернутые в клубок частички, гидроделевые частички. Есть конъюгаты протеинов с лекарствами в наноформе, я вам дальше покажу, тоже наночастицы. Потом липосомы, очень широко используются сейчас, и какие-то твердотельные частицы, поверхность которых функционализирована различными биополимерами. Также могут быть частицы синтезированы абсолютно различных форм. Сферические, кубические, в форме звездочек, в форме нанотрубок. И вот сейчас ученые активно это исследуют, то есть влияние формы, также влияние формы на эффективность терапии, потому что оказалось, что одни клетки индицитируют преимущественно, например, частицы в форме нанотрубок, а другие – сферические. То есть увеличение эффективности за счет различных форм наночастиц. Ну и, конечно, поверхность частиц, как правило, для применения в наномедицине, она функционализируется, она может покрываться различными полимерами биодоступными, биосовмистерами. Также различных функционализируется для дальнейшего эквивалентного связывания различных лекарств. Могут быть произведены частицы различного заряда, положительного отрицательного, это тоже влияет. Ну и там какие-то вот эти антитела, пептиды, оптомеры. Очень часто, кстати, бум оптомеров используется для векторизации, чтобы частичка аккумулировалась в нужном месте, и цеплялась к нужной клетке, на которой мы хотим оказать терапевтическое воздействие. Ну и давайте рассмотрим, с чего же все начиналось. Но первым делом, что ученые синтезировали в своих лабораториях, первое, с чего началось, это наночастички с серебра. Эти частички очень легко получить, и можно их получить очень много, различной формы абсолютно. Вот уже тут можно и звездочки, и серебряные в виде нанотрубок частицы получают. Ну, как правило, сферические получаются, самые простые. И для чего же они нужны? Но, как правило, частички серебра используются в первую очередь, как какие-то антибактериальные агенты начали использоваться. Потому что, ну вот все мы помним, да, такой эффект, что наши там бабушки, дедушки, ваши прабабушки, прадедушки, клали ложку серебра там в графин с водой, и говорили, что вот такая вода, она более полезна. Да, вот почему же она более полезна? Ну, конечно, сейчас мы уже смотрим, но мало полезна, наверное. Но если взять вот это серебро, если это чистый металл, а еще он быстро очень окисляется. Сейчас, фактически, чистых серебряных столовых изделий не производится, да, они чем-то покрыты. Вот, ну и фактически не нужно их чисто использовать, но в старые времена были чистые вот эти серебряные ложки, сделанные там 99,9% серебра. И еще бабушки перед тем, как класть эти ложки, там их терли какой-то тряпочкой, лучше еще наждачной бумагой, и клали в графин. Вот что происходит. При окислении поверхность серебра, если она там потерта наждачной бумагой, они тоже есть в наноструктуре, или просто сама поверхность начинает окисляться. И при окислении происходит генерация ионов серебра. И вот эти ионы серебра, они обладают огромнейшей окислительной активностью. То есть, если, например, эти ионы серебра попадают на стенки бактерий или просто обычных даже клеток, то они фактически сцепляются с белками на поверхности клеток или на поверхности бактерий, и потом вот эти ионы фактически пробивают вот эту клеточную стенку, таким образом разрушая бактерии. Поэтому вот эти ложки, если там попадет какая-то бактерия, или если уже вода сама была заражена какими-то бактериями, да, не очень чистая, то вот эти ложки способствовали, впрочем, очищению вот этой воды от бактерий. Ну, а если мы возьмем и измельчим, да, до наноразмеров, тут вы видите вот эти вот серебряные наночастички, они имеют размер там порядка 10 нанометров в диаметре, то тут уже у этих частиц огромнейшая удельная поверхность. И представьте при отчислении, сколько ионов серебра они будут производить, и тут уже ни одна как бы бактерия не выживет фактически. которая вот, ну, которая будет в этом, в этом сосуде там с водой, например, или в этом, в этой суспензии, где находятся эти наночастицы, попадет. Ну, и, к сожалению, есть, ну, вот, казалось бы, да, вот, нашли ключ, да, вот берем наночастицы серебра, легко производятся, быстро получаем, и используем для уничтожения там бактерий, универсальные лекарства, да, для всех бактерий. Но вот, к сожалению, не так все просто. Есть такая наука сейчас активно развивающаяся, которая называется нанотоксикология. Да, и вот эта нанотоксикология призвана на то, чтобы изучать токсичность наноматериалов. То есть наноматериалы, опять же, повторюсь, обладают уникальными свойствами, но, как бы, эти уникальные свойства можно использовать как для лечения, также они могут лечить нежелательные клетки, но они могут оказывать и губительное воздействие на наши здоровые клетки, да. И вот как раз нанотоксикология, на науке принято выяснить, чтобы частицы и наноматериал, которые мы использовали, не оказывали губительного действия на нас, да, на живой организм. И вот есть такой вот хороший пример. Американец Пау Карресон, он занимался самолечением, у него был дерматит хронический, и он решил, что вот наночастицы серебра – это тот самый вот продукт, которым он сможет излечиться, и у себя буквально на кухне в своем доме лечил, синтезировал эти коллоидные растворы частичек серебра и пил их. Просто считал, что он излечился этими частицами серебра. Но на самом деле долго он продержался, он 15 лет, но уже через 5 лет люди стали замечать, что его кожа приобретает вот такой вот синий оттенок. Вот я привела жителей Пандоров, да, вот аватары, как мы называем, у них такая была синяя кожа, но вот очень похожа по аналогии. Но вот что хорошо для жителей Пандоры, то для жителей Земли смерть получилось. Вот, то есть аргирия, он заработал аргирию. Аргирия – это такое заболевание, которое характеризуется пигментацией кожи, приобретает такой голубой оттенок. И оно проявляется из-за регулярного попадания в организм человека ионов серебра. То есть ионы серебра, они, частицы серебра застревают в капиллярах и начинают окисляться. И вот эти вот ионы серебра, они практически разрушают капилляры кровеносных сосудов. Вот, вот то, что вот случилось. И поэтому уже в 1999 году американское агентство по контролю распространения лекарств запретило к использованию для терапии, для лечения, для диагностики частицы серебра. Вот, поэтому вот всем советуют, у нас еще в России нефто используют частицы серебра, как правило, часто в зубных пастах, это тоже нежелательно. Потому что, на самом деле, вот если посмотреть литературу, то были случаи, когда люди заработали аргирию только после, только после, точнее сразу после, там, нескольких раз приема, например, капель в нос. Да, вот когда есть какие-то бактериальные заболевания, спровоздающиеся активным выделением, да, мокроты, насморком, то выписывают иногда капли с ионами серебра, ну вот нежелательно. Нежелательно, потому что можно заработать аргирию. То есть, вот получается, что там одно лечит, другое калечит, да. Ну, следующее, следующее, наночастички золота, да, золото это тоже такой распространенный элемент еще с Древнего Египта, вот эти свойства золотых, вот если там чуть ли не тогда уже там, некоторые есть, копаясь ученые, начали получать эти наночастицы, использовать для лечения. Но вот в настоящее время ученые научились получать золотые наночастицы также различных форм, различных размеров. И чем уже уникальны вот эти наночастицы золота, в отличие от серебра, это абсолютно инертный материал, да, то есть он никаким образом не окисляется, никакие ионы он не генерит. То есть это инертные наночастицы. Вот. Но они обладают какими свойствами? То есть абсолютно, вот, скажем так, биосовместимые, можно считать, да. Но они обладают свойствами сильного, скажем так, разогрева при их освещении. И используются для фототермической терапии. Ну, что происходит? Так как это металлические частицы, они окружены облаком, ну, скажем так, электронов, да, и при попадании освещения, это облак электронов, начинается там, начинается колебание этого электронного облака, и начинается разогрев этих частичек. И фактически от формы, от размера частиц можно там подбирать форму и размер этих частиц, использовать те или иные длины волны, как правило красные, да, красные, в красной области спектра, но как раз красная область спектра – это та область, которая максимально глубоко проникает в ткань организма, да. И вот что делают? То есть делают частички, покрывают их поверхность различными векторизующими молекулами, пришивают к поверхности различные лекарства, вводят эти частички в клетки, действуют светом, да. По действиям света возникает эффект локального разогрева этих частиц, локальной гипертермии. В то же время вот это повышение температуры способствует отдаче как бы лекарств этими наночастицами, вот у нас получается фактически двойная терапия, да, то есть с одной стороны повышение температуры, гипертермия, с другой стороны выпуск лекарств, то есть с другой стороны вот используются для доставки лекарств. Ну вот здесь я вам привела пример, вот как с помощью золотых частиц вылечили мышь, привили сначала ей опухоль, по-моему это рак груди был, вот потом вводили внутривенно ей частички золотые, они аккумулировались в зоне там, где есть раковые клетки, и потом освещали красными длинными волн, 785 нанометров. И вот смотрели распределение температуры, да, то есть вот от 25 до 45 градусов Цельсия, видели, что в той зоне, где есть вот эти вот злокачественные образования, где есть там аккумуляция частиц, происходит максимальный разогрев тканей. И вот здесь на рисунке вы ниже увидите разные кривые, да, то есть относительный рост опухоли от времени, и вот сами по себе частички без освещения не вызывали токсичных воздействий, само по себе освещение не вызывало токсичных воздействий, но когда эти частички освещения были вместе, то происходило ингибирование роста, то есть замедление и роста опухоли. Ну и в то же время это влияло очень на выживаемость, вот тот же самый график, вот выживаемость мышей, она была, ну как бы, мыши такие после вот такой терапии, после ингибирования, замедления и уничтожения вот этой опухоли, ну, жили достаточно долго, да, то есть там порядка 50 дней. Ну, потом, соответственно, животные были выведены из эксперимента. А здесь вы можете видеть вот клеточки, те же самые клеточки. Вот здесь клетки раковые росли и освещались тем же самым лазером, но без наночастиц, вы видите, что так же, как в контроле, вот эта вот область кружком обозначена, это область, куда попадал лазерный луч. И, в принципе, видно, что вот здесь, то есть сам по себе, сам по себе нагрев этим лазером, он никоим образом не является губительным для роста и размножения раковых клеток. Но когда в эти клетки были введены частицы и облучались, соответственно, лазером, то вот видно, что, соответственно, что там, где есть и частицы, и лазер, то есть по сравнению с этими контрольными группами, происходит гибель клеток. То есть фактически там, ну, вот несколько спортов, фактически там пара клеток только живые остались. Ну, таким образом, частички азолты можно использовать для фототермической терапии. Однако, если вот дальше посмотреть, то, к сожалению, вот, казалось бы, да, вот эти золотые частицы, почему не используются широко сейчас для терапии, для лечения различных заболеваний? А все связано с тем, что частички золота, они, хоть и являются биоинертными, биосовместимыми, но они не являются биодеградируемыми. То есть они, вот если при введении, они остаются с нами, как бы, надолго очень, да, то есть, ну, они могут там частично фильтроваться печенью, почками, но, как правило, они остаются до конца жизни, да. И вот, к сожалению, это негативно сказывается, когда у нас, у нас же в организме постоянно происходит замена клеток, да, то есть клетки умирают, появляются новые клетки, то есть клетки постоянно у нас делятся, и вот эти частички могут негативно влиять на ДНК, то есть вызывать мутации ДНК при делении клеток, то есть вызывать какие-то пролонгированные токсические эффекты, то есть токсические эффекты, которые не сразу видны, а видны там через года после осуществления такой терапии. Вот, и пока вот не преодолели, скажем так, этот барьер, лекарства на основе золотых наночастиц пока не выведены на рынок, хотя очень много с золотыми наночастицами уже вот таких вот лабораторных, скажем так, модельных экспериментов есть. Следующий класс наночастиц, которые сейчас широко входят, и которые вот эти вот уже частички, они уже используются для терапии, это наночастички оксида железа, но, как правило, это магнетит. Эти частички также биоинертны, но в отличие от золотых частиц, они вот как раз могут биодеградировать, да, вот это их огромный жирный плюс. Ну и еще один из плюсов использования таких частиц, что аккумуляцию таких частиц в нужном месте можно осуществить просто при воздействии магнитного поля, да, то есть вот под действием магнитного поля такие наночастички, они аккумулируются, да, вот как практически аккумулируются в том месте, где подносится этот магнит, и таким образом можно делать доставку лекарств в нужное место, например, организма. Ну и, как правило, тоже научились синтезировать различные абсолютно вот эти вот частички магнитные магнетит, способы их синтеза простые, недорогие, и используются они сейчас часто как контрастные агенты в магнитно-резонансной томографии, также для методов магнитной гипертермии, да, то есть если вот воздействовать переменным магнитным полем, которое само по себе тоже является терапевтическое, да, это магнитное поле, то есть само по себе не является губительным на организм, но вот в том месте, где есть наночастички, происходит локальный разогрев и, соответственно, уничтожение, деструкция там клеток, да, в которых эти частички были введены. Ну и также из-за своей огромной отдельной поверхности эти частички, меняюсь, что-то перепрыгивает, можно использовать для доставки лекарств. Ну вот такой, фактически, троянский конь, да, то есть доставка лекарств, фактически частички диагностика, да, с помощью магнитной резонансной томографии могут выпускать лекарства и могут греться под воздействием магнитного поля. Вот это плюс этих магнитных наночастиц. Следующий класс нано-материалов, наночастиц, которые также являются и биосовместимыми, и биодеградируемые – это частички липосомальные. Вот тут картиночка такой частички, ну это, как она выглядит, да, вот схема, вот так она выглядит под электронным микроскопом. Это, конечно, всегда сферические частицы, стенки которых подобные мембране клетки. То есть эти стенки, они содержат гидрофобные, гидрофильные стенки, они содержат гидрофильную полярную голову и гидрофобный хвост. И такие получаются фактически сферические, сферические гидрофобные, гидрофильные частички, и их используют часто очень для доставки лекарств и генов. Да, и вот сейчас вакцина фазеровская, по-моему, для доставки ИРНК, да, вот этого коронавируса, на основе тоже липосомальных наночастителей. Кстати, первая вакцина, где используются нанотехнологии даже, да. Вот сейчас уже введена на рынок и активно используется. Ну что же происходит? Эти частички можно, в эти частички липосомальные можно загрузить как гидрофильные лекарства, если вот туда, в центр, да, вот эти гидрофильные головы друг с другом соприкасаются, так и гидрофобные лекарства, гидрофобные вот здесь вот можно, да, среди хвостиков вот этих вот молекул. Иногда делают несколько слоев, да, вот этих частиц, чтобы они больше лекарств могли доносить. То есть вот такие наматывают вот слои, они получаются побольше, но более эффективно, больше лекарства в них можно загружать. И вот поверхность этих частиц также может векторизоваться при введении в кровоток, они вот с помощью PR-эффекта аккумулируются в зоне, где есть раковое образование, и там оказывают свою терапевтическую функцию. Так, ну и давайте вот ко второй части семинара, вот чем же мы занимаемся в своей лаборатории. В своей лаборатории мы работаем с еще одним, еще одними наночастицами, наночастицы мы получаем наноматериалы на основе кремния. Ну, кремнии – это такой широко распространенный полупроводниковый материал, вот как раз все чипы, да, устройства электронные в наших там смартфонах, каких-то электронных устройствах – это все кремниевые технологии. И кремнии, почему эти технологии кремниевые, потому что кремнии – второй элемент по распространенности на Земле после кислорода, да, то есть очень-очень много кремния содержится на Земле. И этот материал, кремний, он оказался хорош для использования в наномедицине, потому что он сочетает в себе свойства, вот эти физико-физические, химические свойства полупроводникового материала, которые хорошо изучены, плюс к свойству биосовместимости, да, поскольку этот материал с нами, ну, как бы с истоков Земли, скажем так, на Земле огромный, ну, вот, второй после кислорода, да, с держанием кремния. Он абсолютно биосовместимый материал, но чем еще он оказался уникальным, потому что в своей наноформе этот материал еще является биодеградированным. То есть при попадании в живой организм этот материал растворяется, и продукты растворения также нетоксичны, это кремниевая кислота, которая еще и полезна для, там, роста ткосей, тканей, средительных сосудов и так далее. Вот, и эти частички, вот тут вот вам я, это уже наши частички, это все дальше оригинальные вам буду показывать результаты, которые получены нами в лаборатории. Вот мы получаем такие частички, и вот при освещении ультрафиолетом они люминесцируют, то есть эти частички можно использовать для диагностики, люминесцентные маркеры для диагностики заболеваний. Так как мы делаем частицы из пористого кремния, то эти частички обладают пористой структурой, и их можно использовать для доставки лекарств и генов. И также вот мы первые были, кто открыли такие свойства этих частиц, как фотосенсибилизация, соносенсибилизация, сенсибилизация радиочастотных электромагнитных волн. Вот сейчас кратко вам все это расскажу. Но это фактически основные направления исследования нашей лаборатории. Это вот эти разработка на основе кремния наночастиц в наноконтейнерах расставки лекарств и изучение методов активации этих наночастиц, различных физических методов активации частиц. Дальше что мы делаем, это мы разрабатываем различные нано-биосенсоры, ну да, это пленочки уже тонкие, нано-биосенсоры, для количественного и качественного анализа различных биомаркеров различных заболеваний. И также мы на основе этих наночастиц и тоже покрытий, там пленок, разрабатываем эффективные антивирусные и противобактериальные агенты. Так, ну тут попался слайд с тем, что у нас есть в лаборатории. Ну вот у нас есть рамонский конспокальный микроскоп, различных много всяких приборов для синтеза наночастиц. Различных много мы используем методов как характеризации, да, это и КФ, и полимецентная спектроскопия, микроскопия, электронный полумарганизм резонанс, динамическое рассеяние света и так далее. То есть очень много методов изучения этих частиц мы используем. Вот, какие же методы получения этих частич, которые мы используем в лаборатории? Первый метод – это все методы, которые принято назвать сверху вниз, да, то есть это из объемного материала мы получаем наноструктуру. То есть мы берем объемный материал в виде пленки кристаллического кремния и с помощью электрохимического травления ее пропорваем, то есть получаем на поверхности вот этой кристаллической пленки пористый кремний, который состоит из мелких кремниевых нанокристаллов и пор, такая пленочка. Либо мы используем второй способ – это металлостимулированное химическое травление. Когда на поверхности вот этой кристаллической пленки мы высаживаем частички серебра, золота, и потом при использовании химических различных веществ, ну это там плавикова числота, перетисводорода, вот эти частички, они фактически являются катализаторами отействительных восстановительных реакций, которые происходят таким образом, что поверхность кремния под этими частичками протравливается и получаются такие кремниевые нанонити. Вот у нас два класса материалов, мы можем получать пористый кремний в виде пленочек и вот такие вот нитевидные структуры в виде кремниевых нанонитей. Ну и потом, чтобы сделать наночастички, из этих материалов мы используем либо механическое измельчение в шаровой мельнице, либо ультразвуковое измельчение, стандартное ультразвуковое ванне, и получаем вот такие вот суспензии, а потом используем там синтимитацию, центрифугирование или фильтрование для того, чтобы получить уже стабильные коллоидные растворы наночастиц. Вот так вот выглядит пленочка кремния, которую мы получаем электрохимическим травлением. Вот тут что еще важно и что очень хорошо для получения различных наночастиц, пленок различной пористости, что в зависимости от того, в зависимости от концентрации кислоты, от уровня лидирования в подложке, который мы используем, мы можем получать или заранее даже программировать свойства этой пленки, которые мы получим. Например, можем получать микропористую пленку размером нанокристаллов и пор частиц порядка единиц нанометров. Мы можем получать мезопористые пленки, вот здесь вы видите, тут уже размеров нанокристаллов и пор порядка 10 нанометров. Мы можем получать макропористые пленки, размер пор, в которых уже сотни нанометров, что очень важно для цели сенсорики. Дальше мы измельчаем эти пленочки. Как правило, мы используем либо микро- либо мезопористые пленки, измельчаем их и получаем наночастички. Наночастички имеют размер, как правило, это меньше сотни, то есть порядка 50-60 нанометров в среднем мы получаем частички. Но что важно, что эти частички, так как мы получили их из этой пористой пленки, то они сохраняют свои свойства этой пористости. То есть эти частички пористые, то есть они состоят из мелких нанокристаллов и пор. Вот здесь вот приведен график изотерма от сорта-дисорта, такой специальный метод, который позволяет вычислить размер пор наночастиц. И размер пор частиц на нас, как правило, где-то порядка 10-15 нанометров. То есть эти частички, их можно использовать как эффективные наноконтейнеры для доставки лекарств, что мы и делаем. Вот здесь вот показала вам, как выглядит пленка микропористого кремния. Вот что тут важно, что вот эти микропористые пленочки содержат размеры нанокристаллов, ну и, соответственно, частички, полученные их различением, содержат нанокристаллы порядка 2-3-4 нанометров. Такие нанокристаллы из-за квантово-размерного эффекта эффективно светятся, то есть фото-люминицируют при их фотовозбуждении. И, фактически, вот этот материал мы используем не только для доставки лекарств, но и для люминесцентной диагностики раковых клеток. Ну и вот тут микрофотографии в сканирующем электронном микроскопе. Я вам привожу кремниевых нанонитей, да, вот видите, это уже в отличие от этих пленочек, такие нитевидные структуры. И вот тут что еще тоже интересное, что хорошо, тем, что мы можем получать, варьируя условия вот этого химического синтеза, мы можем получать также нити различных структурных свойств. Мы можем получать непористые нанонити, мы можем получать пористые нанонити. И также вот от свойств вот этой либо пористости, либо непористости, мы можем регулировать интенсивность фотолюминесценции этих структур, использовать эти пористые нанонити для доставки лекарств. Вот здесь я вам привела пример, да, вот на левом слайде. Это клетка рака гортани человека, которая была проинкубирована с нашими частичками фотолюминесцентными, полученной измельчением пленок микропористого кремния, 24 часа. И вот тут вот приведена такая фильм, муви, да, который сделан из послойных 3D-сканов этой раковой клетки, инкубированной с наночастицами. Вот видите, что вот эти вот красные споты, это вот фактически наночастицы, которые содержатся, вот тут вы видите очертание цитоплазмы клеток, а вот это ядро клетки, которые фактически эти частички все аккумулировались в цитоплазме клеток и вот не проникают в ядро. Это тоже, кстати, очень хорошо, что они не проникают в ядро, потому что они вот как раз при делении клеток не будут способствовать мутации ДНК, ну еще плюс свойства их биодеградации, которые вам дальше. Вот, кстати, на соседнем слайде свойства биодеградации. Тут такие же фотолюминесцентные частички вводились внутривенно мышам. Мышам была предварительно привита опухоль, карциномы Льюиса, и частички аккумулировались в зоне, где есть раковая опухоль. И вот этим же самым методом люминесцентной томографии эти частички можно было видеть, что они аккумулируются, и таким образом можно было диагностировать эту опухоль раковую через два часа после введения. Но если смотреть, вот наблюдать эту мышку через 8 и через 24 часа после введения наночастиц, то видно, что эти частички теряют свои фотолюминесцентные свойства. Это будет сложиться тем, что частички растворяются. И вот через 24 часа такие частички практически полностью растворились. В то же время эти частицы являлись контейнером для доставки лекарств. То есть при своем растворении они выпускали лекарство, которое выходило из пор частицы и оказывало свое терапевтическое воздействие в нужном месте. Вот что важно таким образом, что частички фактически аккумулируются, видите, аккумулируются в нужном только месте. То есть нет аккумуляции их в здоровых органах и здоровых клетках. Ну вот тут показано метод уже тоже, это фотолюминесцентная микроскопия, но это микроскопия высокого разрешения. Вот эти эксперименты были сделаны мной в Германии с нашими коллегами Института фотонных технологий. И тут мы исследовали, в каких органеллах преимущественно накапливаются наши частички. То есть мы брали очень-очень малые концентрации частиц и использовали метод хай-резолюшн, то есть люминесцентная микроскопия высокого разрешения. В данном случае на этом слайде просто в цитоплазме. Вот видите, вот эти красные споты, это частички, которые аккумулировались в цитоплазме клеток. То есть мы пока не увидели, что они там негативно, с какими-то органеллами клеток какие-то негативно влияют. Это тоже очень хорошо. Дальше, чем мы активно занимаемся в раборатории, это мы используем методами рамановской спектроскопии, или вот в России называется спектроскопией комбинационного рассеяния света. То, что мы активно используем для диагностики этих частиц, также в раковых клетках, и для диагностики, для изучения того, что же происходит с нашими частицами после их взаимодействия с клетками. Вот на данном слайде вам представлены микрофотографии клеток. Это не оптические снимки, это вот в каждой точке снимался рамановский спектр клетки. Вот такой вот, да, вот тут они видны, рамановский спектр клеток снимались в каждой точке. И поскольку у клеток есть свой уникальный спектр, у частичек есть свой уникальный спектр, и у лекарств, на данном случае доксурбицин, который был загружен в эти частички, есть также свой уникальный рамановский спектр. Вот этот метод позволял нам увидеть клетку, позволял нам увидеть частичку внутри клетки, и также лекарство, лекарство, которое содержит частичка. И вот фактически таким образом мы получали изображение клеток, восстанавливая вот эти рамонские сигналы из рамонских спектров и видели, вот тут картинка сверху, тут 3D, что через 12 часов наши частички аккумулируются в цитоплазме клеток и через 12 часов по рамонским спектрам видно, они начинают выпускать лекарства из себя, доксурбицин в данном случае мы использовали. И потом через 24 часа, с 12 до 34 часов, практически весь доксурбицин они из себя выпустили, вот, то есть сигнал доксурбицина, спектра рамонских доксурбицин у нас уже не был диагностирован после 24 часов. И дальше мы инкубировали клетки долгое время, продождались вплоть до 13 дней, и вот через 13 дней мы видели, что и сами частички кремния у нас уже не диагностируются, то есть сами частички кремния растворились. Также. Таким образом, вот мы сделали такие биорастворимые нано-контейнеры, которые донесли лекарства внутрь клетки и потом сами растворились, то есть не оказали никаких там, ну, конечно, мы изучали токсичность, не оказали токсических каких-то пролонгированных эффектов. Также, что важно, и то, что вот мы исследовали недавно, вот в прошлом году вышла статья, что скоростью биодеградации, скоростью растворения этих частичек также можно управлять, то есть можно делать частички, обрабатывая поверхность этих частичек, то есть можно делать частицы, которые очень-очень быстро растворяются. Вот тут мы с помощью метафрамонской конфокальной и люминесцентной конфокальной микроскопии смотрели, то есть если, например, поверхность частичек выслушать определенным образом, что эти частички будут представлять в себя такую структуру coral shell, как называется по-английски или по-русски ядро оболочка, то есть ядро будет из кремниевого нано-кристалла и оболочка CO2, и этот кремниевый нано-кристалл будет достаточно, не CO2, точнее, CO2, и этот кремниевый нано-кристалл будет достаточно мелкий, то такие частички фактически за 24 часа растворяются при введении их в живые клетки, вот мы видели, что у нас нет равновеского сигнала от таких частиц уже после 24 часов, после их инкубации с клетками, и нет фотолюминесцентного сигнала от таких частичек. Вот, но если по-другому, другими способами, например, частички там специальными способами высушить таким образом, что у нас образуется, например, стоян уже CO2 на поверхности, то такие частички стабилизируются, да, и их можно использовать для диагностики терапии заболеваний дольшее время, скажем так, То есть вот через 24 часа эти частички также замечательно фотолюминесцировали, их можно было диагностировать в клетках. То есть тут можно, как бы, если мы хотим быстрый эффект оказать, да, то есть можно использовать один тип частиц, если мы хотим долго, чтобы эти частицы, например, выпускали лекарств, мы можем использовать другие, Вот также недавно вышла наша статья, где мы показали, что вот эти частички, фактически представляющие собой нано-контейнеры для доставки лекарств, можно использовать также и для управления путями клеточной гибели. Вот тут это исследование проведено нами с нашими коллабораторами из факультета фундаментальной медицины, это группа профессора Борисовича Животовского, который является в кресте мировым специалистом по исследованию механизмов апоптоза. Апоптоз – это такая клеточная гибель, которая не опасна, скажем так, для хозяина, то есть все наши клетки, которые есть в организме, они умирают вследствие механизма апоптоза. Апоптоз еще называется привод греческого листопад. Это такой механизм, когда в клетке запускаются механизмы саморазрушения, она разрушается на такие мелкие структуры, которые легко макрофагами сперцитируются и выводятся. То есть никакого негативных токсических воздействий на организм, вот этот механизм, клетки умерших и механизм апоптоза не оказывается. Ну и также ученые увидели, что в методах лечения раковых заболеваний тоже очень важно, по какому механизму гибнет клетка. Ведь если, например, раковые опухоли, представьте себе, такое большое образование, если запустить тут некроз, вот некроз – это отреческое мертвое или омертвение. Это патологический процесс, который выражается в местной гибели, то есть получается такой сгусток огромных мертвых клеток. И вот этот мертвый сгусток клеток, он сам по себе является токсичным. А если еще внутри этого сгустка какие-то клетки, ну терапия была недостаточной, какие-то клетки не умерли, то тут уже возникает метастаза. Вот это очень важно. Это очень важно следить, по какому механизму гибнут клетки при осуществлении методов терапии. И вот мы в своих исследованиях показали, что наши частички, так как сами по себе они являются нетоксичными до достаточно больших концентраций, то есть можно использовать для доставки лекарств со статиков таким образом, чтобы даже регулировать запуск либо апоптоза внутри клеток, либо некроза. Но, как правило, мы, конечно, изучали, что же происходит, когда наши частички запускают апоптоз. Вот тут, кстати, на картинках электронной микроскопии хорошо видны вот эти апоптотические, скажем так, клетки. Вот здесь вот на сканирующей электронной микроскопии вот это вот использование, это клетки, которые подвергнуты лечению терапии с помощью только лекарства доксорубицина. Вот это доксорубицин, загруженный в наши частички. И при одинаковых концентрациях, тут еще есть графики оценки состава ДНК разного в клетках, то есть СУК-Ж1 фаза, как раз она ответственна, она говорит о том, что запускается апоптоз. И вот в тех клетках, где была оказана терапия с использованием частичек и частички, как доставка вот этого лекарства доксорубицина, СУК-Ж1, клетки в фазе СУК-Ж1 клеточного цикла, они вот как бы с большей процентной вероятностью наблюдались. Ну и также внизу вот на картинке просвечивающей электронной микроскопии, тут даже лучше видна вот эта клеточка апоптотическая, то есть видно, что после воздействия частиц, которые используются как контейнер для доставки лекарств, клетки вот такие появляются апоптотические тела, то есть клетка разрушается, механизм гибели происходит по механизму апоптозы. Так, ну сейчас еще немножко задержу. Так, значит, мы использовали, также можно использовать различные физические методы активации частиц. И первое, что мы обнаружили, это то, что можно использовать кремниевые наночастицы как фотосенсибилизаторы активных форм кислорода, то есть при освещении частичек света, да, определенных длинглом, в частице образуется экситон, электронно-дырочная пара, которая затем может индилировать излучательно, да, испуская квант света, и поэтому у нас появляются фотолюминесценцы. Но также может отдавать этот квант энергии триплетному кислороду и активировать этот триплетный кислород таким образом, что этот триплетный кислород приходит в возбужденное состояние, которое называется синглетное состояние кислорода. И вот этот синглентный кислород, оно также обладает огромнейшей окислительной активностью, потому что у него есть два не связанных спина на поверхности. Вот тут я смайлика с рожками обозначила, вот такого чертика. И таким образом можно использовать частички кремния для активации синглентного кислорода или для фотодинамической терапии раковых заболеваний. И вот здесь на графике представлен график выживаемости клеток, в зависимости от которым были введены кремниевые частицы, в зависимости от времени облучения. Черные – это те клетки, которые не облучались, но в них были введены частицы, а красный график – это для клеток, которые облучались с использованием ртутной лампы, белый свет. И вот видно, что уже после 40-150 минут облучения фактически там остается живых только 30% раковых клеток. Таким образом мы показали первыми, что кремниевые частички можно использовать как фотоцентабилизаторы синглентного кислорода, то есть для фотодинамической терапии раковых заболеваний. Но все, что связано с методами терапии, где активатором, скажем так, частиц, так же как для золотых частиц, используется свет, то если посмотреть, то свет даже инфракрасный, длинные волны, красное освещение, оно проникает в ткань не очень глубоко. Вот видите, лягушка, она проглотила лампочку. В общем, для лягушки вот этого достаточно, потому что ее, скажем так, тело – это порядка нескольких сантиметров. То есть вот свет проникает в ткань, а как правило, это сантиметры и меньше. То есть сиотерапия, которая активация терапии, фототермическая, фотодинамическая терапия, где активатором слушает свет, освещение – это вся терапия может фактически неинвазивно применяться только там, где присутствуют, например, раковые клетки на коже или близко где-то к коже. То есть это фактически, ну, меланома фактически. Если же раковые образования, новообразования появляются где-то глубоко, ну, вот, кстати, рак груди. Рак груди тоже может свет, тоже фотодинамическая терапия, фототермия используется. Рак груди можно. Но если это какие-то глубокие уже, то есть рак легких и так далее, там, разных внутренних органов, то тут уже, конечно, лечение активации светом не очень эффективно, точнее совсем не эффективно. Поэтому используются другие методы активации наночастиц. И вот один из таких методов – это акустические волны, в частности, ультразвуковые волны. Ну, ультразвук, вы все, наверное, ходили в терапевтические кабинеты, да, где производят диагностику, то есть облучают ультразвуковыми волнами терапевтических частот и мощностей. Как правило, это 1 мегагерц, там, 1 милливатт мощности. И такие волны сами по себе не оказывают никаких губительных воздействий ни на органы, ни на ткани, ни на клетки. Ну, и вот даже вот, когда женщина беременна, да, смотрит за развитием эмбриона, и прекрасно видны там очертания эмбриона, и прослеживает, как там сердце развивается, и внутренние органы даже эмбриона развиваются. Поэтому эти волны, они очень глубоко могут проникать в органы и ткани. И вот есть такой метод, он называется сонодинамическая терапия. Это форма терапии, которая включает в себя вот этот самый терапевтический ультразвук и вещества с соносенсибилизаторами. То есть вот эти вещества соносенсибилизаторы, они инициируют эффекты терапевтические, да. То есть, в частности, частички, например, кремния, которые сами по себе также являются биосовместимыми и нетоксичными фактически, при сочетании с также биосовместимыми и нетоксичными ультразвуковыми волнами. Если их соединить вместе, то вот эти частички являются соносенсибилизаторами вот этих ультразвуковых волн и могут приводить, вызывать эффекты локальной кавитации, то есть от образования сфопованием пузырьков, локальной гипертермии, то есть повышение температуры и генерации также активных форм числорода. И вот эти вот эффекты, которые возникают при использовании частичек соносенсибилизаторов, они вызывают нужный терапевтический эффект, но если это раковые клетки, то и вызывают гибель раковых клеток. Вот в этом нашем эксперименте мы вводили, брали наши частицы, вводили их также внутривенно, они аккумулировались в опухоли, да, вот была привита опухоль мышам на лапку. И мышка помещалась в ванну, где распространялись ультразвуковые волны терапевтических интенсивностей 0,88 МГц, 0,64 МГц. Вот происходило облучение, и вот тут вот на графике вы видите, что сами по себе частички, никоим образом не вызывали торможение роста опухоли. Ультразвук сам по себе в данном эксперименте вызвал торможение роста опухоли, но где-то в два раза, а совместное действие наночастицы ультразвука вызвало рост опухоли в пять с половиной раз, больше по сравнению с контролем. Вот, таким образом, вот мы показали, что наши частички кремниевые являются соносенсибилизаторами. Ну и, конечно, вот сейчас мы как раз исследуем увеличение эффективности этого эффекта, то есть мы загружаем эти частички лекарствам, и под действием вот этих акустических ультразвуковых волн происходит также выход лекарств наночастицы, и тогда у нас эффективность терапии повышается еще. Следующее, что мы тоже открыли, что мы исследовали в своей лаборатории, это активация гипертермических эффектов наших частей с помощью электромагнитных высокочастотных волн. Тут мы также использовали стандартный терапевтический прибор, который используется в терапевтических кабинетах, это так называемая УВЧ-терапия, вот, может, многие его сделали, вот, я когда была маленькая, было очень популярно, вот, особенно когда насморк, когда у детей, когда какие-то там вот горловые заболевания, вот, происходит, греют, да, греют ткань этим прибором, такие вот в терапевтическом кабинете. Но, как правило, вот эти волны, они вызывают такие тепловые эффекты в костях, и как часто вот при заболевании каких-то суставов, при, как бы, ну, когда перелом какой-то происходит, назначают вот такие физиотерапевтические процедуры с использованием вот этих волн, электромагнитных волн высокой частоты. То есть, сами по себе эти волны также не оказывают никаких кубительных эффектов ни на органы, ни на ткани. Ну, вот, мы использовали эти волны вместе с нашими частичками, и первый эксперимент, который мы сделали, это мы взяли частицы и просто установили вот между вот этими головками излучателя, и смотрели, как нагревается суспензия частиц по сравнению с чистой водой. И вот вы увидели, что вода нагревается со скоростью примерно там 0,7 кельминов в минуту, то есть меньше кельминов в минуту. Но когда в этой же воде присутствуют наши частички, то нагрев идет очень сильный, порядка 11 кельминов в минуту. То есть, ну, вот видите, там где-то, ну, на самом деле мы там увидели, что через 10 минут уже кипеть начала вот эта суспензия частиц. И стали изучать, что же происходит, что же происходит, и на самом деле механизм тут этого эффекта – это выделение джоулевого тепла, то есть возникновение локальных электрических токов на поверхности вот наших частиц, и особенно эти токи активны, когда наши частички вводятся, вот мы показали внутрь клетки, и происходит частичное растворение этих частиц, то есть образование ионов, кремниевой кислоты вокруг частиц. Вот как раз тогда у нас эффект разогрева, он очень значительный, и мы использовали также в экспериментах НВИВА с мышами, то есть показали, что максимальная эффективность вот этого эффекта, когда наши частицы являются сенсибилизаторами вот этих высокочастотных электромагнитных волн, то есть когда используются эти волны вместе с нашими частичками. Ну, уже приближаясь к последним фактически слайдам, вот также мы исследуем антимикробные свойства частиц, в данном случае на данном слайде показаны антимикробные свойства частичек, которые являлись солнцесибилизаторами ультразвука, то есть мы в чашку Петри с бактериями добавляли наши частицы, облучали их тем же самым терапевтическим ультразвуком, и вот наблюдали, что даже сделали такую микроскопию, то есть там при воздействии на совместную наночастицу ультразвука мембрана бактерий буквально пробивается, такая вот перфорация происходит мембрана бактерий, и фактически вот это вот при таких средних интенсивностях ультразвука, потом ультразвук интенсивность повышались, и мы вообще не видели никаких бактерий, бактерии буквально лопались. То есть вот наши частички, они прилеплялись к поверхности бактерий, потом по действиям ультразвука они вызывали локальные эффекты гипертермии, и кавитации, таким образом, что бактерии буквально лопались, таким образом, вот мы показали антимикробные свойства наших частиц. Также мы очень сейчас увлечены тем, что связано с вирусами, тем более, что сейчас пандемия, и как бы те эксперименты, которые идут с вирусами, они очень актуальны, очень нужны, и мы исследуем, что же происходит при взаимодействии различных вирусов с нашими частицами, и вот первое, что мы увидели, это мы увидели вирулицидные действия наших частичек. Вот на данном слайде вы видите вирус гриппа, он представляет собой, вирусы это тоже фактически наночастицы, вот видите, размер их порядка 100 нанометров, это грипп был H1N1, и поверхность вириона покрыта вот этими гликопротеиновыми рецепторами. Вот коронавирус на самом деле очень похож, только вот его поверхность покрыта вот этими протеинами, да, вот гликопротеиновыми рецепторами нужны вирусам для того, чтобы вектор нацепляться за поверхность клеток, входить внутрь клеток, да, и там реплицироваться, размножаться внутри клетки. И вот мы увидели, что если наши частицы после взаимодействия с нашими частицами, эти вирионы фактически не обладали уже заражающей активностью, мы исследовали такое действие и вирус гриппа, и полиэмилит, и вирус западного Нила, гепатит и ВИЧ, да, и вот везде вы видите снижение титра, снижение эффекционной фактически активности вируса после взаимодействия с нашими частицами, снижение очень намного, порядка на 4 порядка где-то, снижение эффекционной активности. И вот мы сделали микроскопические такие снимки, увидели, что же происходит. То есть при взаимодействии частичек наших вирусов происходит буквально, вот тут схема только показала, облепление вот этих вот гликопротеинных рецепторов вирусов нашими частичками. Таким образом, такой вот уже вирус, он инактивированный, он теряет свою заражающую активность. И вот это вот действие наших частиц, оно фактически является универсальное, то есть подходит для всех типов вирусов. Таким образом, наши кремниевые частички можно использовать как дезинфектанты. Ну и также вот этот эффект прочного, скажем так, взаимодействия вирусов и частиц мы использовали для сенсорики вирусов. Тут мы уже сделали такие наноструктурированные пленочки, пористые кремниевые, кремниевые на наните. Тут такие вот слой двойной пористисти мы его назвали, то есть снизу пористый слой, а сверху так слой на кремниевых на наните. Он лучше всего работал. И использовали вот такие тонкие пленки для идентификации вирусов двумя методами. Первый – это был метод интерференции в тонких пленках, то есть интерференционные, скажем так, сенсоры. То есть при изменении диэлектрической проницаемости среды, то есть у нас была пора, а тут вот сел вирус в поры, у нас происходил сдвиг интерференции в этих тонких пленках. Таким образом, вот схема показывает, таким образом мы можем идентифицировать наличие вируса на поверхность. Ну, конечно, поверхность мы модифицировали специальными антителами, которые векторно, скажем, ковалентно цепляли этот вирус поверхностью. Все было сделано грамотно. Так, и также вот чем мы сейчас увлечены, это использование наших пленочек, то есть поверхность наших пленочек мы также можем дополнительно покрывать различными металлическими частичками, это серебро-золото, и использовать наши пленочки как биосенсоры, которые работают на основе эффекта гигантского комбинационного рассеяния света. Вот этот эффект гигантского комбинационного рассеяния света, он позволяет с высокой точностью идентифицировать очень-очень малое количество вещества, адсорбированное вот на такие пленки, которые содержат частички благородных металлов. Поскольку эти частички благородных металлов усиливают за счет электроэлектро... Что там происходит? Если в двух словах, что времени мало, то есть каждая частичка металлов погружена электронным облаком, и при воздействии света определенной длины волны происходит колебание этого электронного облака. И если вот здесь вот рядом с этими частичками находится молекула какого-нибудь там вещества, которое вы хотите диагностировать, то вот это вот коллективное колебание электронного облака усиливает сигнал комбинационного растения света от этой молекулы на там много-много порядков. То есть фактически можно обнаружить очень-очень малую концентрацию вещества, если это вещество ассорбировано вот на такие вот ГКР-активные подложечки. И вот в своей лаборатории мы производим такие ГКР-активные наноструктуры. И вот у нас недавно вышли статьи, где мы показали, что эти наноструктуры можно использовать для определения бактериального биомаркера пиоцианина. Эти эксперименты также делали мы с нашими коллегами из Германии. Здесь мы использовали искусственную мокроту. Пиоцианин – это продукт жизнедеятельности снегнойной палочки, бактерии снегнойной палочки. И вот мы смешивали этот пиоцианин с искусственной мокротой и смотрели, до каких же концентраций мы можем найти, какие концентрации мы можем распознавать с использованием наших ГКР-активных подложек кремниевых. С помощью вот этого метода гигантского комбинационного рассеяния света. И обнаружили, что вплоть до 625 микромоля вот этого пиоцианина мы можем поймать уже в этой самой искусственной мокроте, что является необходимой чувствительностью уже для клинического применения. Ну и вот последний слайд, который я вам хочу показать, это показать, какие же уже нанолекарства используются сейчас. Вот есть уже на самом деле много лекарств в наноформе, выведено на рынок. И эти лекарства активно и широко используются для терапии. И вы это можете сами увидеть, если вы зайдете, например, и наберете в онлайн-аптеке название этих лекарств, увидите, что их можно купить. Первое лекарство, которое было введено, это липосомальная форма доксурбицин, называется доксил. То есть тут липосома, внутри которой загружено гидрофильное лекарство доксурбицин. Поверхность этой липосомы покрыта полимерами. И вот, пожалуйста, такое лекарство используется для терапии раковых заболеваний. Другое лекарство, которое выведено на рынок и широко использовано, это такие агломераты поклитаксила. Это уже гидрофобное лекарство с альбумином. Делаются такие агломераты нанометровых размеров. Размер такого агломерата порядка 100 нанометров. И также используются для терапии раковых заболеваний. Есть лекарство, называемое феридекс. Феридекс – это те самые частички магнетита, о которых я рассказывала, поверхность которых покрыта биосовместимым полимером дикстраном. И они используются как контрастные агенты для магнитно-резонансной томографии. Ну и тут вот пару слайдов. Это просто коммерциализированные нам материалы для биомедицинских применений. Различные компании, которые происходят, различные для различных, абсолютно в различных областях они используются. И как доставка лекарств, и какие-то тоже лекарства, фильтрация. В косметике очень часто используются наночастицы различные. Ну и так далее. Вот. То есть уже на самом деле, что называется, наномедицина и наномедицина вокруг нас. То есть уже все больше и больше продуктов, нанотехнологий мы используем в своей повседневной жизни. Спасибо за внимание. Все, на этом заканчиваю. Если есть какие-то вопросы, то готова ответить. Спасибо большое. Меня слышно, да? Да, да. Там еще не отключились ребята? Да. Мы... Как бы сегодняшний семинар у нас должен состоять был из двух пар. Вот. Но я думаю, что мы просто очень сильно устали, поэтому я попросила Олю Павлову перенестись на апрель месяц. Вот мы как бы... Я надеюсь, меня наши магистры поддержат, потому что, я думаю, все-таки было очень много, очень насыщенная презентация, очень насыщенная. И я думаю, что вам будет тяжело воспринимать еще дальше продолжение, связанное с МРТ, как раз развитием, вот в том числе и диагностических различных методов. Поэтому предлагаю вам задавать вопросы и то, что вас заинтересовало, обсуждать эти тематики, потому что у нас дальше есть время, есть время общаться. Я говорю, убрала следующего лектора. У меня возник один вопрос в результате. Смотрите, наночастицы могут быть использованы, например, как контрастные агенты или для терапии. Ну, например, если мы работаем с мозгом, нам нужно учитывать наличие гемоэнцефалического барьера. Есть ли какие-то данные по взаимодействию частиц? Могут они проходить ГЭП или не могут? И вот что-то можете, поэтому мне очень любопытно будет узнать. Да, конечно, вот этот размер 100 нанометров, да, в среднем, который используется для стандартных методов терапии, это, конечно, не тот размер, чтобы частицы проникали через гемоэнцефалический барьер. И это очень хорошо, да, поскольку не происходит аккумуляция этих частиц, которые являются там контейнером для доставки лекарств в мозге, а для терапии, скажем так, каких-то заболеваний, связанных с мозгом или там для диагностики, используются частицы, размер которых очень мал. Как правило, это меньше 50 нанометров или даже меньше, вот я в статьях встречаю, как правило, это 10 нанометров, да, то есть если использовать для того, чтобы частицы проникали через гемоэнцефалический барьер, это можно, используются частицы, размер которых, как правило, 10, 10, 50, 10 и меньше нанометров. Вот тогда такие частички проникают, могут проникать, да, могут проникать, то есть часть, скажем так, этих частиц проникает. Ну и тут, если это какие-то опухоли, да, в мозгу, то тогда используются также методы векторизации. То есть берутся молекулы, которые векторно сцепляются, ну, способствуют векторному сцеплению этих частиц с поверхностью клеток, да, вот этой опухоли, которая возникла в мозгу. Ну, в принципе, да, в принципе, вот делают такие частицы. Хорошо, спасибо большое. Ну, если сейчас нет вопросов, то, в принципе, все, если они возникнут, то заходите в нашу, как бы, лабораторию, готовы ответить. Да, готовы ответить. Спасибо большое. Тогда мы, значит, прощаемся до следующей нашей встречи на научно-исследовательском семинаре. Будет интерес, прошу и вас присоединяться к нашим беседам. Вот, то есть Владислав Яковлевич, он просил тоже, как бы, все материалы ему прислать. Алексей, вы с нами на связи, вы пришлете ссылку Владиславу Яковлевичу? Да, да, конечно. Да. И на нашем сайте тоже все. Да, если у кого-то... Наших лекторов тоже можно будет посмотреть. Да, если кто-то не успел сегодня по каким-то причинам присутствовать, подскажите, что запись будет обязательно представлена на сайте кафедры. У меня единственный вопрос. Что делать? Есть ли у вас неопубликованные материалы в лекции? Можем ли мы спокойно или какой-то участок нужно... Не-не, можете все использовать. Можно все использовать. Да, это все опубликовано уже, да. Хорошо. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Спасибо большое за лекцию. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо. До свидания.